Доброе утро, вторник. Девочки у нас во дворы чистят снег, до асфальта нагревают все. Вчера полдвора почистили, я пошла даже в обход, и сейчас полдвора вторые чистят. Машины, правда, вот не все убирают, это капец, конечно. Объявления пишут на подъездах и в чатах, ну вот кому-то без разницы. Ведь такая красота, когда до асфальтика все почищено вообще. У нас в этом плане, кстати говоря, очень все даже прекрасно, потому что у нас своя техника здесь, так как микрорайон относительно новый, расстраивается, и техника своя. У нас проблем с этим нет. Многих девчонок смотрю, кого снегом заваливает, что у них вообще в дворах, не пройти, не проехать. У нас, фу-фу-фу, в 7 утра выходишь на работу, в садик, тракторишки уже ездят, чистят. Вот. Я поехала на работу. Ой, девочки, огромное вам спасибо за пожелания, выздоровления, за, в общем, теплые пожелания мне, моим детям. Вот. Я-то уже все, норм. Ну, честно, на холодном воздухе говорю, как будто бы кашлянуть хочется. Ну, я буду сдерживаться, стараться. Ой, вот Алирушка, она, как бы, конечно, это, еще болеет. Сходила она к врачу вчера и... Ее еще оставили до пятницы дома. У нее еще кашель, у нее сильнее кашель. Вот, достала я Тензилгон. Спасибо вам тоже за советы, потому что он у меня есть, я вообще про него забыла. Хотела сегодня уже в аптеке что-то покупать. Достала, наказала пить. Вот. Ой, рука застыла. Так что все, я поехала на работу, увидимся в офисе. Расскажу вам оттуда, что сегодня по плану. Я в городе. Сошла себе, купила сэндвич, салат. У меня сегодня просто будет перерыв большой. И я буду в него голодать. В смысле, чтобы не голодать, я купила поесть. Я постоянно вообще стараюсь себе ничего особо не брать. Какой-нибудь там, знаете, типа ряженки. А тут думаю, блин, заморила. Голодом себя надо еды взять какой-то. Вот, у меня сейчас первая девочка маникюр без покрытия. Потом маникюр с покрытием. Потом два часа перерыв. И клиентка приедет еще на маникюр-педикюр. Вот. Маникюр там... Ой, я на дорогу смотрю, потому что скользко. Потому что там, в общем, женщина... Педикюр-обработку мы будем просто гигиенические делать. Ну, конечно, и без покрытия зимой. Вот. А на ручках... Мы ей в прошлый раз сделали покрытие. Хотя она у меня около года ходила без покрытия. В связи с тем, что у нее началась аллергия на гель-лак. Предположительно. Вот. И в прошлый раз все-таки она говорит, давай попробуем сделать покрытие. Потому что у нее много мероприятий. Вот. Но в следующий раз мы его снимем. И будем пока дальше делать без покрытия. Вот. Поэтому, скорее всего, еще один маникюр. Снятие маникюр без покрытия и педикюр. Вот. Такие планы на сегодня. Так, что еще? Сейчас приду, надо пол помыть. И поотвечаю вам там на некоторые тоже вопросики. Я себе записывать стала. Но вот, понимаете, мне даже лень заглянуть в записи свои. Вот. Ну, на партику ответить. Потому что съемки сегодня никакие. Вроде пока не планирую. Но это не точно. Вот. Так, что такие планы. Так, девочки. Хотела, конечно же, сказать спасибо. Вы мне очень помогли в выборе колонки для моей мелкой. До дня рождения уже немножко остается. Мы уже заказали торт. Она в этот раз захотела с лунтиком. Она у меня, говорю, в последнее время по лунтику прикалывается. И я ей взяла Яндекс-станцию. Лайт. Которая. Розовую. Она захотела. Вот. На Азоне. Заказала. Ссылку в телеграм скину. Нашла. Кстати говоря, на Азоне очень выгодно. Вот. О, еще девчули пальцы отстыли. Увидимся на работе. Так, девочки, я зашла на работу. Буду ли я доплату за длинные ногти. Очень хороший вопрос. Прям замечательный. Вот. Потому что, наверное, надо бы. Но, девочки, вот я не беру доплату за длинные ногти. Знаете, вообще, на самом деле, мне кажется, доплату брать стоит за длинные ногти. Ну, единственное, нужно это прописывать изначально в прайсе. Вот, допустим, если у меня клиент уже годами ходит ко мне, конечно, я и не могу. Знаешь, а в этот раз у тебя плюс 200 за длинные ногти. Так, конечно, ну, как бы нехорошо делать. Хотя я знаю, что если мастер, не мастер, ты же человек, достаточно наглый, он может так сделать. Вполне имеет право это сделать. Вот, поэтому это, знаете, зависит от уровня наглости человека. Я, вот, человек вообще не наглый. И, наверное, от этого даже иногда страдаю. Вот, поэтому я доплату не беру. Но я беру доплату за ремонт, девочки. Потому что за донаращивание, за ремонт. Не всегда, но чаще всего. Потому что очень часто бывает, что, допустим, там клиент сломал один ногток, ты бесплатно там донарастила, все отлично, он отходил. В следующий раз он сломал три ногтя. И когда ты уже донаращиваешь три ногтя, ну, тут уже вообще грех не брать доплату. Но, как бы, и ты говоришь с доплатой, и у человека возникают вопросы. А почему тут раз ты с меня не взяла, ты раз взяла вот так. В общем, поэтому я за ремонт и беру. Ну, это совсем мелкие, конечно, трещин какая-то. Этого я не беру. Я беру, по большей части, за наращивание. Вот. Но если нужно чуть-чуть донарастить свободный край, там, миллиметрик, я могу не взять. А если это наращивание ногтя, прям, да, нужно нарастить длинный ноготь, одного там не хватает, то тогда я беру сто рублей за наращивание ноготка. Вот. За длинные ногти не беру. Хотя с короткими ногтями с короткими работать намного быстрее, да, меньше материала. Но вот как-то так у меня сложилось. Но если вы только набираете свою клиентскую базу, я рекомендую в прессе это прописать, что за длинные ногти, ну, указать, допустим, вот тройки, к примеру, у вас будет, вы будете взимать доплату там, да, потому что матьяло уходит больше времени, больше и так далее. Вот. Рассказывайте, девчонки, у вас как? Кто берет доплату за длинные ногти? Я знаю, что есть девчонки, которые берут за смену формы ногтей. У меня тоже этого нет. Хотя иногда есть клиенты, которые, ну, сегодня овал, завтра квадрат, сегодня овал туда-сюда, туда-сюда, и, ну, как бы достаточно сложно поменять форму, чтобы форма в итоге была очень клевая. Вот. Приходится все равно танцы с бубнами выстраивать. Вот. Пишите, у вас как? За что берете доплату, за что не берете? Вместе почитаем в комментариях. Вот. Все, я мультипал переливаться и готовиться к работе. Первый маникюр готов. Готовлюсь ко второму. Так, это я все взяла. Маникюр был без покрытия. Сейчас будет с покрытием. И потом будет обед. Я уже тут половина обеда своего съела. Поэтому на обед у меня уже ничего не будет. Вот. Так. А что? А ничего мы не делали. Просто обработали маслом монарды. Увлажнили все. И все, мне надо сейчас Natural Ford зайти заказать. Пойду закажу. Я в том году сделала летом. Ага. И в этом году готовила летом. Ага. Типа нано-пластика или что? Ну, типа кератин. Отпилила еще одну девочку. Знакомая моя. Я уже сел эту еду себе достала. Голодная. Думаю, ладно, запишу, чем работала. Ну, подложка Foxy. Стандартно. Пока я работаю на ней. Укрепление. И в качестве цвета мы оставили боттл гель Global Fashion 03. Он у меня в бутыльке. В баночке. Потому что я попал в 30-миллилитровой бутылечке. Мне нравится работать из баночки. Вот. Потом наклеили кушетные кончики. И топом покрыли все от Герса. Кстати, очень нравится, как ведет себя топ. Посмотрим, какой будет в носке. Как держит грянец. А по консистенции пока нравится. Посмотрим. Вот. Я буду обедать. И выйду к вам еще отвечу на пару каких-нибудь вопросиков. Если Таня не приедет, не будет работать. Если будет возможность. Такая. Девчонки, я тут улеглась на педикюрное кресло. На мягенькое новое педикюрное кресло. И решила немножко поболтать на тему... Сейчас просто пришел комментарий о девочке. Я в прошлом видео рассказывала, какие у меня примерно расходы идут по работе. Вот. И девочка написала, что у нее 15 тысяч в месяц минимум уходит. И просит поделиться секретом, как у меня уходит так мало. На самом деле, очень, знаете, такая тема... Не знаю даже, как правильно сказать. Тема сложная. Потому что всегда что-то нужно, да. И всегда что-то заканчивается. Даже имея большие запасы, да. Вот я рассказывала в конце прошлого года, что мне понравилось работать с запасами. Вот. Просто здесь иногда бывает, что вроде берешь нужное и прихватываешь еще не нужное, а то, что очень хотелось бы. Вот. И здесь очень важно себя контролировать. В закупе, да. Контролировать, не брать лишнего. Нужно... Иногда бывают такие моменты, когда, а, хочется, возьму. Но нужно себя периодически брать в руки. Потому что, если тратить большое количество денег на закуп материалов и расходников, ну, и получается, ради чего мы работаем? Ради того, чтобы купить расходников. На самом деле, это такая вот, говорю, тема деликатная, да. Да, вроде мы зарабатываем, и нам нужно тратить на закуп. Но в то же время нужно знать вот эту какую-то грань, какой-то лимит свой, чтобы не выходить за его рамки. Иначе мы просто всю зарплату спускаем на валперис, да, на расходники. И смысл работы тогда теряется. Для многих это и хобби, но это и всё равно остаётся нашей работой, нашим источником доходов. И нужно об этом не забывать. И нужно тратить деньги не только на расходники, на себя, на детей, на семью, на отпуск, на подарочки для себя, на ресурсы-то какие-то, для того, чтобы радовать себя. Да, многие скажут, я радуюсь, когда покупаю расходники. Ну, блин, да, да, но нет. Всё-таки, вот, поэтому я тоже радуюсь, когда покупаю расходники. Но у меня как-то, видите, я всё равно распределяю. У меня есть часть дохода, я откладываю обязательно на отпуск, обязательно. Это первое, куда я откладываю свои деньги. Это на отпуск. Часть доходов я сразу ежедневно откладываю в конверт отпуск. Потому что это то, ради чего я работаю. Я уже не раз об этом говорила. И когда я нахожусь в отпуске, я всегда говорю, это то, ради чего я работаю. Потому что для меня это очень важная составляющая часть жизни. В отпуске я наполняюсь, перезагружаюсь, отдыхаю. У меня отключается мозг, нет работы. От ежедневной, вот этой суеты, от ежедневных проблем. У нас ежедневно возникают какие-то моменты, проблемы, которые нужно решать. Это нормально. А в отпуске мозг отдыхает. И нужно обязательно ездить в отпуск, перезагружаться на неделю, на выходные, менять обстановку. Работать без выходных, денег, всех денег не заработаешь. Нужно себе давать отдыхать. Работать без выходных, без отпуска, без отдыха нельзя просто. Иначе вы просто закончитесь. Нужно обязательно давать себе отдых. И это не выходные, которые должны быть раз в неделю. А это именно смена обстановки. Куда-то уехать в другое место. Мне устала рука держать. Телефон. Это нужно делать обязательно. Иначе просто любая работа, как бы она вам не нравилась, разонравится. И все, произойдет выгорание. И все с этим связанное. Вот. Поэтому очень важно и работать не только там ради расходников. Но и ради чего-то другого. Ради каких-то своих желаний, мечт, целей и так далее. Вот. Но здесь есть еще немножко другая сторона вопроса. Например, допустим, как... Вот девочка мне написала, что она тратит ежемесячно 15 тысяч рублей на материал. Здесь нет какой-то, знаете, цифры золотой середины. Допустим, да? Вот нужно тратить в месяц 5 тысяч рублей на закуп расходников. Это нельзя сказать. Это не... Ну, нет такой среднестатистической цифры. Все зависит напрямую от того, сколько вы работаете, сколько клиентов вы принимаете. Здесь все прямо пропорционально. И перво-наперво нужно просчитать себестоимость процедуры у вас, вашей процедуры. И понимать, какую сумму примерно вам нужно откладывать на... Какую сумму денег вы должны тратить на работу. На то, чтобы работать. На аренду, на оборудование и расходники. На все вместе. Вот. И получается, что, допустим, вот у девушки 15 тысяч расход. А в месяц, так она и написала мне потом, что она и работает без выходных по 6-7 дней в неделю с утра до вечера. Соответственно, у нее и будет большой расход. Потому что, во-первых, большее количество клиентов. Это, естественно, расходники одноразовые. Тратится их больше. Во-вторых, износ оборудования тоже идет быстрее. И уже оборудование нужно закладывать не на 5 лет, не на 3 года, а совершенно на другие цифры. Вот. Тоже это все просчитывается. Мне кажется, сейчас в интернете очень много роликов. Я не буду останавливаться сильно на этой теме. Что нужно обязательно просчитывать себестоимость, как это сделать. Но то, что это нужно делать, это обязательно. Это первое, с чего вы должны начать работу в сфере бьюти-индустрии. И обязательно знать себестоимость процедуры. Иначе очень многие мастера просто быстро закругляются. Потому что они начинают за 500 рублей пилить ногти. А у них там себестоимость процедуры 500 просто. И, соответственно, они уходят в жесткий минус. И закрываются. У них нет дохода. Потому что все заработанные деньги им приходится тратить на закуп расходников, оборудование, развитие и так далее. И дохода нет. А доход должен быть обязательно. Обязательно. Да, он может быть на начальных этапах не сильно большой. Но он все равно должен быть обязательно. Вот. Поэтому, собственно, от количества клиентов, которых вы пилите в месяц, от себестоимости процедур, исходит вот эта та сумма, которую вы должны тратить на расходники. Вот. Делитесь, девчонки, в комментариях, кто сколько тратит на расходники в месяц. Какую клиентскую базу вы имеете. Вот у меня, я сейчас уже точно не скажу, периодически меняется цифра. Ну, допустим, 60 человек. Клиентская база 60 человек. Но это не 60 процедур в месяц. Процедуры надо посчитать. Ну, вот. Точнее, нет, знаете, даже не так, наверное. У меня, наверное, 60 процедур в месяц. Примерно. Вот. Я хочу тратить 5000 рублей на расходники. Плюс у меня идет аренда, я уже говорила. И плюс у меня идет еще, я откладываю на оборудование. Но на оборудование у меня нет четкой цифры, что я там 5000 рублей откладываю. Как получается? Ватт 3, ватт 5, ватт 6. По-разному. Вот. Сколько удается отложить, я каждый день откладываю. Каждый рабочий день откладываю по 200-300 рублей примерно. На оборудование конкретно. Это тоже обязательно идет. То есть я откладываю, смотрите, первое, откладываю в накопление. Накопление – это НЗ. Процентов 5. Дальше я откладываю на отпуск. На отпуск я же рассказывала. Я откладываю 100 рублей с клиента. Иногда чуть больше. 5 клиентов – значит 500 рублей в этот день отложила. 2 клиента – значит 200 рублей. Бывает больше. Бывает, допустим, 2 клиента, а я могу отложить рублей 400. Ну, по-разному. Но не меньше 100 рублей с клиентой. Дальше я всегда откладываю себе на проезд на следующий день обязательно. И четвертый обязательный пункт – это оборудование. Это я тоже обязательно откладываю. Вот это 4 пункта, которые я обязательно откладываю со своей зарплаты. И дальше я уже распределяю по необходимости, какие у меня есть текущие необходимости. Стараюсь в конвертик расходники закинуть какую-то сумму, на кредиты какую-то сумму распределяю. У меня бывает такое, что там, допустим, у меня 2 клиента, заработка особо небольшой, особо распределять нечего. Но 500 рублей, допустим, но отложу все равно. Вот, и смотрю уже там, если у меня кредиты все заплачены уже в этом месяце, дальше там у меня ЖКХ мне нужно заплатить. Я на ЖКХ откладываю. И так я делаю абсолютно каждый день, потому что так я не трачу деньги. Я их могу подкопить, получается, в конверте. Но я не могу никогда подкопить заработанные сегодня, чтобы завтра мне, послезавтра поработать. Если все их сложить и тратить, я не могу, потому что мне нужно каждый день тратить на дорогу деньги. У меня там, допустим, запаса нет. Вот, поэтому я распределила каждый день. Но в конвертике они могут подкопиться. Подкопиться на кредит, там, да, за 3 дня в конвертике кредит. Я разно платила. То есть у меня вот так вся система такая. Вот, естественно, у меня есть статьи расходов, все мои, по которым я распределяю. В последний день месяца, либо в первый я планирую, смотрю, на какую категорию, сколько денег мне нужно, на школу, там, еще что-то, да. И примерно смотрю, сколько у меня записей есть. И эти деньги распределяю. И смотрю, сколько, в какой конверт я должна вообще в течение месяца положить. Вот, ну и так постепенно, вот, по необходимости я пополняю эти конверты. Вот, никогда, ни при каких обстоятельствах я не трогаю конверт отпуска. Никакой. У меня есть мой конверт, есть резерв, который я там рублей 100 в день могу откладывать. Что такое 100 рублей? Ничего. Но через неделю там уже будет 700 рублей. Вот, и я беру в случае необходимости тогда вот в таких конвертах. Сейчас еще у меня появилась идея завести конверт в больничный. Потому что лежу дома, я понимала, что, блин, неплохо было бы иметь такой конверт, когда я болею, чтобы было откуда брать. Но, слава богу, у меня был конверт аптека, в котором вылетели. Вот. Так что, девочки, вот здесь, вот видите, такая вот ситуация, да, в плане расходов. Нужно просто с головой, наверное, подойти к этому вопросу. И не теряя голову, не заказывать все подряд, стараться по мере необходимости, но и сильно себя тоже не ужимать. Если вам нужно для душевного спокойствия купить этот гель, купите вы его один, не покупайте коллекцию, возьмите один и радуйтесь этому. Так что, ну, вот моя философия в этом плане такова. Бывают моменты, когда хочется все скупить, бывают моменты, когда хочется немножечко успокоиться. На самом деле, я уже с января не закупаюсь, вы заметили, безудержно. Я держусь, и, знаете, мне нормально. У меня вот что-то закончилось, я раз так заказала. Я все свои заказы, касаемо работы, заказываю, вот, скидываю вам телеграм-канал. Поэтому, кто еще не добавился, добавляйте ссылка на телеграм-канал в описании. Мы там делимся полезными ссылками, не только ногтевыми. В Валберис я не перестала ходить, но я заказываю сейчас-то вот что-то для себя там. Вот, Валберис хорошая вообще вещь, просто нужно понимать, какую категорию там заказать, для себя или для работы. Вот. Ну все, наболтала я вам уже очень много здесь. Вот мои мысли на этот счет. Делитесь своими мыслями тоже в комментариях, потому что многие комментарии читают, и кому-то очень будет полезно узнать не только мое мнение на этот счет, но и ваше тоже. Вот, ему очень понравилось, он там подписал. И брала тоже билеты в этот, в дом Ленин. Так, девочки, что, я уже отработала. Выехала домой, там Танюшка моя работает. Поэтому уже вышла к вам, как из офиса вышла. Маникюр, пятикюром не снимала. Вот, все сделала. А отработала и приехала домой. Вот. Так, ну, я думала, что на сегодня все. Мы там болтали много. Пусть этот влог будет короткий, но... Зато почаще, а то вы соскучились. Мы по моим влогам порассуждали мы сегодня на разные темы с вами. Вот, жду ваших комментариев по этому всему. Вот. Ну и до завтра, до новых видео. Все, всем пока-пока.